Концерн Cherry провел в Китае специальное мероприятие, посвященное Дню технологий, где представил концепт-кар Jin, в котором весьма причудливо сочетаются элементы классического стиля и футуристические формы. Показанные широкой публике идеи со временем будут воплощены во всех новых моделях бренда. А поскольку тенденциями ближайшего будущего, по мнению Cherry, станут заботой человечества об экологичности индивидуальных путешествий, источником энергии для движения служит электричество. В том числе полученное от солнечных панелей, что расположено на крыше автомобиля. Их площади вполне достаточно, чтобы вырабатывать серьезный объем электричества, ведь Jin – это пятиметровый автомобиль шириной около двух метров. Весьма необычно то, что задние двери распахиваются против хода для максимально удобной посадки. В самом салоне сидения расположены не классическими рядами, а по периметру. Их можно вращать и передвигать. Кроме того, у автомобиля нет привычной пятой двери. Верхняя часть кормы откидывается вверх, а нижняя выдвигается назад вместе с нишей. В ней расположены два квадрокоптера и пара электрических скейтбордов. Кроме того, концепт оснащен системой автопилотирования. В режиме автопилота руль прижимается к передней панели, а сидения принимают полулежачее положение. И перед пассажирами предстает изогнутый 27-дюймовый экран. Вообще, в проекте Jin производитель применил самые современные передовые технологии, основанные на бесконтактном управлении. В генах будущих автомобилей Chery функциональная эстетика будет доведена до максимально возможной крайности. И еще, создавая этот концепт, дизайнеры Chery решили подвергнуть некоторым изменениям и логотип марки. При этом обновленное кольцо Chery можно увидеть на зеркалах заднего вида, дверных ручках, элементах заднего бампера и фонарях. Цветотехника концепта представляет собой широкие диодные полосы, которые создают ощущение того, что внешний кузов словно опоясан гигантским кольцом. Это считается своеобразной отсылкой к логотипу марки. В режиме автопилота включается другая схема освещения. Без дальнобойных прожекторов, но с тонкими линиями, которые просто обозначают габариты машины. И в любом случае светятся крупные эмблемы на носу и корме. Субтитры создавал DimaTorzok